Приветствую вас, Светлана, давайте разберем ваш вопрос. Ну, во-первых, хочется сказать, что я не знаю, какой вы человек в других жизненных обстоятельствах, да, потому что вы говорите, что вы оптимистичный человек, и стойкий, и сильный, вот, ну, мне, как бы исходя из того, что вы писали раньше, да, вот, в прошлом вопросе, сейчас мне, например, так, не показалось, мне показалось немножко по-другому, да, мне показалось, что вы как раз-таки человек, который испытывает определенную, скажем так, тревожность, мне показалось, что вы человек, который обладает определенной верственностью, вот, то есть, да, может быть, вы, может быть, вы и преодолеваете себя, но, на мой взгляд, преодолевание и преодоление себя, это не, как бы, показатель силы, скорее, это определенной степени показатель пренебрежения к себе, да, и, в общем-то, как бы, и всё. Поэтому, может быть, то, что вы описываете в своем вопросе, на первую очередь, чувство вины. И я бы сказал, что чувство вины, в принципе, как таковое, оно вот такое, как у вас, чувство вины, связано с несколько более глобальной проблематикой, нежели чем вот этой конкретной ситуации, да. И проблематика эта связана с тем, что вы себя обесцениваете, на мой взгляд. Вот. Вы обесцениваете себя системно, то есть, что это значит, это значит, что... В прошлом вопросе, который вы задавали, вы себя обесценивали, вот. И в этом вопросе, который вы сейчас задаваете, вы также, на мой взгляд, себя обесцениваете, вот. То есть, ставите, условно говоря, себя ниже, чем другие люди. Связано это функционально с тем, что вы берете на себя ответственность за других людей, как будто бы пытаетесь их спасти, как будто бы, ну, не знаю, может быть, пытаетесь угодить, и им, может быть, что-то еще, да. То есть, функционально это работает примерно так, вот. А на, вот, глубинном уровне это, вероятнее, страх одиночества, страх того, что вы можете остаться над. И это то, что мешает вам, то, что не дает вам быть естественными, быть собой. И то, что мотивирует вас смотреть на людей в позиции снизу вверх. То есть, вот, ну, например, откуда, допустим, подруга ваша, к примеру, откуда она взяла, что случилось, что-то страшно, ну, вот, из-за этой ситуации, которую вы описываете. Откуда она взяла? Ну, взяла у вас, в первую очередь. То есть, как бы, это вы, ну, грубо говоря, дали ей понять, что случилось действительно что-то ужасное. Она взяла у вас. То есть, эээ, вы своим восприятием ситуации, на которое накладывается, эээ, чувствование вам и своих проблем, эээ, даете другому человеку, эээ, ждете от него, что, что он будет вести себя по-другому, да, но сами вы определяете в какой-то степени то, как он видит, эээ, происходящее, эээ, с вами и с ним, вот. Поэтому, эээ, повторюсь, эээ, основная проблема здесь в том, что вы себя обесцениваете, вы себя сами обесцениваете. Вот, эээ, дальше, дальше, давайте, вот мы с вами теперь разберем ваш вопрос более детально. В последнее время так сложились обстоятельства из-за самоизоляции, что одно событие хочет другого. Все наложилось, и проблемы приобрели, наверное, самые масштабные размеры по серьезности в жизни. Вот здесь, эээ, чувствуется, да, эээ, что вы в какой-то момент, эээ, это важно, эээ, в какой-то момент вы, эээ, стали, эээ, проблемы принимать на свой счет. Вот это, это очень важно. То есть, проблемы не просто происходят со мной, а проблемы меня задевают. Проблемы меня, меняют, эээ, меняют проблемы мое восприятие. Мое восприятие мира, мое восприятие себя, эээ, вот, в чем здесь, эээ, слово, да. То есть, вот, когда человек говорит, что, эээ, в какой-то момент проблем стало очень много, в какой-то момент становилось только хуже и хуже, это уже, эээ, такое вот, поляризированное восприятие трудностей. И, соответственно, это уже, эээ, предъятие на свой счет, что вот, со мной происходит только плохая вещь, ну и так далее. Вот. Хотя, безусловно, это далеко не так, да. И, в принципе, там, эээ, вариантов, вариантов может быть много, и это может быть и совпадение просто, и так далее. Ладно, вот, в определенный момент вам начало казаться, что, эээ, случаются только плохие вещи, и, эээ, вы начинаете с ними, с этими вещами, может быть, бороться. Когда вы начинаете бороться, то ваше поведение меняется, оно становится не совсем, эээ, естественным, естественным ваше поведение. Вот. И, соответственно, это генерирует еще больше проблем. Кхм, 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 кхм. Дальше. Эээ, так, эээ, так бывает, такой период. Ну, очень кажется, что вы себя здесь просто пытаетесь успаковать. Если честно, вам, как бы, есть ощущение, что, эээ, некий, скажем так, кри-кри-кри, эээ, некий кризис, эээ, вот, он у вас, эээ, назрел. Есть такое ощущение, что назрел у вас, эээ, некоторый кризис, эээ, вот. Поэтому, эээ, то, что вы говорите, да, что, вот, так бывает, с такой, эээ, ну, с такой период. А верится вам, опять же, ну, немножко с трудом, с трудом, опять же. То есть, есть ощущение, что, вероятно, вы имеете в виду немножко другое. Я оптимист и стойкая в какой-то момент даже смогла растерять свою устойчивость за глубины. Ну, понимаете, эээ, здесь, эээ, такая история, что если человек, эээ, стойкий, если человек устойчивый, да, как вы, как вы говорите, то он, эээ, свою устойчивость не растеряет, если человек свою устойчивость растеряет, значит, ты был, ты был не устойчивость, а, эээ, суггинство, суггинство или внушение. Вот. Эээ, к сожалению. Поэтому, эээ, извините, извините, эээ, извините, пожалуйста, но я, я боюсь, что не совсем вы, эээ, ну, стойкая, не совсем вы, эээ, оптимистичная, да, скорее, это вот именно, эээ, вы себе внушает. И это может быть потому, что, эээ, считается, что другой вы просто будете не нужны людям, вот, и, эээ, все такое. Но, повторюсь, если человек, эээ, устойчивый на самом деле, он устойчивость свою не теряет. Если вы свою устойчивость потеряли, значит, вы изменили свою позицию в какой-то степени, эээ, вот, вы изменили, эээ, свое, эээ, ну, свое восприятие, эээ, ситуацию, эээ, вот, то есть, изменили свой, ну, свой взгляд на ситуацию, скажем так. Вот, а это уже немножко другое. Дальше. Эээ, так, эээ, на фоне стресса организм не выдерживает или глава в больницу? Ну, не умение, эээ, справляться со стрессом, это, в первую очередь, не умение расслабляться. То есть мы здесь имеем дело, эээ, мы здесь имеем дело с тем, что вы не умеете расслабляться. Вот, если вы не умеете расслабляться, то это, конечно, достаточно серьезная проблема, что вы не умеете расслабляться. И я могу, эээ, как бы, эээ, с уверенностью сказать, да, что, эээ, в принципе, это корректируется. То есть вас, вас может научить расслабляться, да, если вы этого хотите, если вы этого хотите. Вот, момент, эээ, в том, да, вообще вы видите проблемы. Потому что стресс, он, эээ, в принципе, в принципе, он для всех людей. Он, конечно, разный, да, то есть каждый человек испытывает разное количество стресса. Но, как правило, эээ, для всех людей оно одинаково. То есть каждый человек, он испытывает столько стресса примерно, сколько вот он может вынести. Вот, и, соответственно, это такая саморегуляционная функция здесь идет. Поэтому тот факт, что вы испытываете некоторые трудности с, эээ, ну, с тем, что вот у вас стресс, это связано с тем исключительно, что вы не можете расслабляться, ну, вы не умеете расслабляться. Вот, и вопрос, который вам, на мой взгляд, нужно себе задать, да, это вопрос о том, собственно, собственно, почему я не умею расслабляться. С чем, эээ, связано с тем, что я не, я не умею расслабляться, да, вот, как я воспринимаю, например, эээ, стресс. Дальше. В период одной из бед мне понадобилась, ээ, помощь подруге, мы друзьям 14 лет за школу. Смотрите. Эээ, вы, на мой, эээ, на мой взгляд, эээ, совершаете ошибку здесь. Ошибка, эээ, заключается, ну, примерно в следующем. Эээ, дружба не всегда подразумевает помощь. Вот это вот, эээ, нужно учитывать. То есть, эээ, дружба, она, эээ, может быть просто дружбой. То есть, это просто дружба, эээ, это просто, эээ, какое-то, ну, взаимодействие, эээ, людей. Это просто, эээ, какие-то, эээ, пересечения между, ну, ну, эээ, между людьми. Вот. И, ээээ, всё. То есть, не нужно думать, да? Ээээ, что дружба доначает помощь. Как-то. То есть, эээ, да, в принципе, ээээ, это предполагает. Но, к сожалению, часто бывает так, что, беру тебя, это просто дружба. Поэтому, эээ, факт, потому что вы дружили с человеком. Ээээ, значит, ну, ээээ, как вы говорите. Ээээ, 14, 14 лет, он, этот факт, к сожалению, не значит абсолютно ничего. Вот. К сожалению. То есть, эээ, здесь мы имеем, эээ, дело, здесь мы имеем дело с вашими ожиданиями. Здесь мы имеем дело, эээ, именно, эээ, с вашими ожиданиями, здесь мы имеем дело, эээ, с тем, чего вы хотите, ээээ, вот. И здесь мы имеем дело, эээ, с тем, что, ээээ, по факту вы пытаетесь, ээээ, значит, свое видение, ээээ, свое, ну, свое восприятие мира, ээээ, перенести на ээээ, реальност. Вот. Ну, все, конечно. Не получается, не получается, потому что, эээ, реальност отличается от того, что вы, чего вы ожидаете, ну, вот. Причём я вот так думаю, что вы жертвуете с собой довольно-таки часто, вы жертвуете с собой довольно-таки много. Вот чтобы вам, ну чтобы вам давали вот ту обратную связь, которую вы хотите. Вот, но, значит, несмотря на эту страну вы не получаете, вот вы не получаете того, что хотите. Вот, к сожалению. Вот, поэтому, в данном случае, наверное, с нереалистичными желаниями. Ожидательными. Дальше. Нужно было перенести немного моих вещей в обслуживание. Со времен этого действия произошла непредвидительная неприятность с ней. Вот, дальше вы говорите про форс-стажёр. У меня на протяжении вот этой части вашего вопроса, да, у меня на протяжении вот этой части вашего вопроса, только один был встречный вопрос. Он называется «корб JON» Он спился на следующее вопрос. Почему? Почему форс-мазьор Purple для вас? Вот форс-мазьор. стал чем-то неожиданным. Вот что я хочу, ну хотел бы понять, да? Вот. То есть, разве форс-мажор или форс-мажоры это не то, что происходит постоянно с каждым из нас? Разве форс-мажорность, форс-мажорность это не нормально? Вот что я хочу вас как бы спросить. Дальше, она по моей вине оказалась в ситуации, где нужно было задержаться на месте не на 10 минут, как ожидалось, а на 3 часа из-за 10 других людей, оказавшихся там. Ну смотрите, вы говорите по моей вине. То есть, в принципе, вы, вот, в какой-то степени, да, вы склонны, что называется, обвинять. Что такое склонность к обвинению? Склонность к обвинению, это как правило суть. То есть, вы судите себя, вы оцениваете себя, и после того, как вы, значит, себя, например, осудили, вынесли, условно говоря, себе приговор, вот, вот, вот. Дальше вы просто стараетесь его исполнить, выполнить этот приговор, по сути. Вот. Вот. То есть, вы склонны себя осуждать, вы склонны говорить по моей вине, да? Хотя, вина здесь, ну, как бы, почему вина? То есть, вы же, ну, не в сети, чтобы себя обвинять. Ну, да, вы ответственны, безусловно. Но, почему-то, вы свою вину, свою вину, представляете, вы берете на себя вину, вот, я виноват и так далее, а ответственность не принимаете. В связи, опять же, с нереалистичными представлениями, связанными, в первую очередь, с тем, что ответственность предполагает наступление всех, тех факторов, всех, тех факторов, которые могли наступить, которые не наступили и которые наступили. Это включает в себя ответственность. Вы же, когда берете на себя вину, по сути признаетесь в том, что не допускали того, что могло произойти что-то вот непредвиденное. Хотя это несколько нереально. Как не могло допускать, судя по вашим словам. Это вы же, ваша подруга. И, конечно, это вопрос. Это вопрос. Почему ваша подруга не допускала того, что это может проявить? То есть вы обе думали, что все пройдет максимально гладко. Вы обе думали, что все пройдет максимально хорошо. Вот. И это, грубо говоря, это не совсем реально. Понимаете? Вот. И если это не совсем реально, то получается вы из начальника этой ситуации подошли не со взрослой позиции, а с позиции. Вот. Ну, я бы сказал немножко с позиции нереалистично. И, соответственно, проиграл. Проиграли, потому что, ну, по-другому быть не могло. И так. Почему? Почему по вашей вине? Да. Вот, честно говоря, нужно работать глобально. Дальше. Ситуация неприятная, однозначно, но для подруги без последствий, кроме потерянного времени, неприятного отсадки, из-за страха неопределенности, так как никто не ожидал. Ну, вот, я представлюсь. Это, это история про неприготовленность. Это история про нереалистичность. Это история про вот такой, несколько идеализированный, может быть, немного детский, может быть, и просто эмоциональный взгляд на ситуацию, ну, на реальную жизнь. Вот, на жизнь в целом, на обстоятельства. Вот. Кроме того, вы говорите о подруге, вы говорите о чувствах подруги, так? Как будто вы знаете наверняка и верите ей. По поводу этого, ну, то есть, я не знаю, откуда вы взяли вот это все, вот это обстоятельство, да? Ну, я думаю, я думаю, я думаю, что, ну, скорее всего, вам подруга рассказала. Вот, это я так предполагаю, что она вам рассказала, вот. И, эм, вы ей поведу. Вот. Это, конечно, момент достаточно такой, серьезный. Почему вы ей поведу? Вот. Ну, и опять же, здесь есть некоторая проблема с личными границами, то есть, чувство вины и личные границы, это основные, важные, ээээ, такие вот проблематики. То есть, вы берете на себя ответственность за ее чувство, отрицая то, что, отрицая факт того, что она согласилась сама на эту вот, на помощь вам. То есть, отрицая ее ответственность. Ее ответственности, как бы, нет вообще, практически, ну, от слова вообще. Дальше. Я не знала, что такая стация получилась, если вы, как бы, оправдываетесь. То есть, у вас есть требования к себе, что вы должны знать. То есть, требования к себе у вас не совсем реалистичны и основаны на чувство вины, на обвинениях, на карательных каких-то моментах. Вот. Для меня это была совершенно неожиданность, как и для нее. Ну, вы оправдываетесь. После всего я извинилась неоднократно, извинялась неоднократно, неоднократно. Я чувствую свою вину, облагодарила ее за моральный ущерб и за остатки. Ну, так, друзья, не поступают буквально. Это не дружба. Значит, это уже не дружба. Вот. Это, скорее всего, товарно-денежные отношения, но не дружба. Я понимаю, как она себя чувствовала, но ей ничего не угрожало. Так, а что вы тогда понимаете, если ей ничего не угрожало? То есть, вы противоречите, то вы противоречите как бы сами себя здесь. Я признала вину и объяснила, что если бы могла спрогнозировать, то я не попросила ее. Вы посытили, отказываетесь от своей ответственности, посытили, чувствуете себя виновата, а человек вам просто отвергаливает, отвергаливает то, что вы сами чувствовали. Если вы берете на себя вину, то и человек вас обвиняет. Если вы не берете на себя вину, то и человек вас обвинять не будет. Все стороны хочется общаться, обиженные не ведут. Потому что это хорошая возможность вами манипулировать. Я не могу понять, что мне еще сделать, чтобы загладить вину. И вот это момент из детства. Это момент из детства. Можно что-то сделать, чтобы загладить вашу вину. Человеку не выгодно отказываться от позиции обиженного. Потому что эта позиция для него выгодна. А значит, прощать вас не выгодно. А значит, загладить вину вы не сможете. Все бы вы ни делали, не сможете. Но чувство вины. Это только ваша проблема. Я прошу помощи в какой-то раз в 5 лет или почти никогда. В финансе я помогаю сама. Ну, это вот история о том, что вы с собой жертвуете, и немножко находитесь в дисгармонии с тем, что вы делаете, с тем, что вы ожидаете, с тем, что получается. Не совсем это реалистичная позиция. Почему, если я отступаю, что на меня ставят крест? А кто на вас ставит крест? Почему вы считаете, что факт обиды бобруги – это крест на вас? Почему вы хотите загладить вину перед ней? Для чего? Я стараюсь всегда понять человека. А зачем вы стараетесь понять человека? Чтобы он вам потом помог? Эти вопросы мучают. А какие именно вопросы вас мучают? Я просто не уловил. Понимаете, это больше вопрос про несправедливость. Требование от мира, то есть справедливости, которая видится вам, но не принятие реальности, которая существует. Да? То есть здесь переживание по поводу несоответствия реальности с тем ожиданиями, которые есть у вас. То есть не принятие реальности здесь у вас, скорее. Ну и соответственно, повторюсь, это страх. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Самоценка, чувство вины, личные границы – это то, чем вам необходимо работать. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. 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 Спасибо.